Да, теперь австралийцы могут спать спокойно. Давненько я хотел поиграть в первый постел, но уж больно кривовато он выглядел, к тому же там отсутствовал прицел. А стрелять без прицела в изометрическом шутере, ориентируясь по направлению персонажа в пространстве, ну такое себе. Однако совсем недавно, вот в 2016 году, да, вышла обновленная версия первого постела, которую по-моему перенесли на новый движок и сделали чуть ли не с нуля. Как оказалось, исходный код оригинальной игры выложили в открытый доступ и теперь постел 97 можно абсолютно бесплатно забрать в стиме или гоге. Я поиграл в него буквально 3 минуты и это совершенно другая игра, не имеющая ничего общего с редаксом. Она очень старая, неудобная и проходить бы я ее точно не стал. К счастью, на очередной стимовской распродаже ремастер стоил всего вроде бы 26 рублей, типа, камон, у нас проезд в автобусе стоит дороже, поэтому я решил, что время пришло. Ну что ж, начнем. Ээээ, не, это, мягко говоря, я ожидал увидеть в главном меню. Конечно, я знал, что первая часть не была веселой сатирой на американское общество как вторая, но к такой жести я точно готов не был. Вы только посмотрите на местные экраны загрузки. Господи, когда я говорил, что хочу новую часть Silent Hill, то я имел ввиду совсем не это. Но самым интересным здесь является то, что экраны меню и загрузки с этими жуткими шизофреническими записями, поставьте на паузу и почитайте сами, если хотите, максимально контрастирует с игровым процессом. Сама игра выглядит просто потрясающе, ее перерисовали с огромной любовью к оригиналу, арт-дизайн был сохранен и даже улучшен. Вы просто посмотрите на модель к протагонисту, на эти перчаточки и закатанные рукава, насколько же круто он выглядит, какая-то коллекционная фигурка. Да и окружение мне напомнило макеты городов, которые иногда можно увидеть в музеях. Все выглядит таким по-хорошему игрушечным и детализированным, я нереально кайфовал от визуала на протяжении всего прохождения. Здесь мы играем вроде бы за того же чувака, по крайней мере у актера озвучка очень похожий голос, но навряд ли это герой последующих частей, потому что этому противоречит танцовка. Механика стрельбы и передвижения тоже были переделаны с нуля, они добавили прицел, нормальную поддержку мыши и перезаписали звуки стрельбы. Простое управление персонажем приносит нереальное количество удовольствия, импакту оружия ощущается и тоже доставляет. В плане переработки механик и графики первый постл это образцовый ремастер. Я бы сказал, что находится где-то на уровне Demon's Souls, но я не играл в Demon's Souls, поэтому и не скажу. Без скидки, кстати, игра стоит всего 200 рублей в нашем регионе. Только не говорите об этом, Rockstar. Наверное, еще я соскучился по хорошим и незамысловатым топ-даун шутерам, которые выходили не то чтобы часто, да и я ни во что толком после Hotline Maim не играл. Во время прохождения я не раз ловил себя на мысли о том, что все происходящее напоминает мне Chinatown Wars. Так что игра вызывает исключительно позитивные эмоции, но возможно кто-то скажет мне, Данковский, какие позитивные эмоции, какие веселье, ты же буквально играешь за маньяка, безнаказанно убивающего невинных людей. Но это не так. Всю кашу заваривает сама полиция, и они начинают палить первыми. Копы нападают на медленного чувака, который просто вышел на улицу со своим автоматом. Я понимаю, что открытое ношение оружия разрешено не во всех штатах, но не стрелять же из-за этого сразу в человека. Вот видите, БЛМ-то в итоге оказались правы, так что преклоним колено в знак солидарности, так сказать. Да, основной да и вообще единственной задачей на всех уровнях является побывать 90% местного населения, и там есть мирные непси, которые вас не атакуют. Но, как раз их убивать и не нужно. Для прохождения требуется зачистить именно 90% агрессивных болванчиков, только их убийство в результате самообороны вам и засчитывают. Да, гражданские сами постоянно лезут под пули и умирают, но это останется исключительно на вашей совести. Игра вас ни к чему не подталкивает. Да, я вижу этот огромный оркестр, и у меня совсем не возникает желания кинуть в него коктейль молотого. Так что тут царит вполне себе радужная атмосфера. Любовь, дружба и пони, вот чему посвящен оригинальный постел. К тому же чувак постоянно отмачивает какие-то крутые вразочки про тот же бумстик в стиле Эша. Или цитирует Дюка Нюкема. Всякая дресня про то, что они все должны умереть, и единственный, кто его понимает, это его оружие тоже проскакивает на дива. Это же постел, чуваки! Так что воспринимается все происходящее очень лайтово. Пожалуй, даже слишком. Но тут сыграло то, что сначала я выбрал средний уровень сложности, и просто посмотрите на это. Я хожу с максимальным 200% запасом здоровья, и никто даже не может меня ранить. А я как бы тот еще криворукий прогеймер, так что игру пришлось начинать заново на харде, чего и вам советую. Да, поначалу будет сложновато, но когда вы освоитесь и берете все оружие, то будете рады, что не выбрали нормал. Поначалу я частенько умирал, но практически все уровни второй половины игры прошел с первой попытки. Пожалуй, покупка редакса это одно из самых моих выгодных вложений за всю жизнь. У него определенно есть свои недостатки, вроде той же неудобной камеры. Ребята явно изобрели какой-то новый способ повесить ее хрен пойми куда, чтобы вам было максимально неудобно следить за происходящим. Я понимаю, что это всего лишь ремастер, и проблем тянется из оригинала, но боже, насколько же здесь неудобно ориентироваться в пространстве. Поначалу я вообще не мог понять, откуда по мне стреляют враги, и такие враги я себя-то с трудом мог найти. Конечно, со временем осваиваешься, но порой на экране происходит такая мешанина, что все повторяется вновь. Сами уровни имеют перепады по высоте, и разумеется, что если ты стоишь где-то внизу, то ты не можешь попасть в противник, который стоит на горе и просто не находится в поле твоего зрения. Но из-за изометрической камеры ты не можешь понять, видит твой персонаж врага или нет. Особенно больно становится на уровнях с видом сверху, в которых мало того, что и ориентироваться сложнее, так еще и из-за самой перспективы ты не можешь отличить стену от какого-нибудь поребрика, и не знаешь, находишься ли ты или твой противник за укрытием или нет. Разработчики тоже понимали эту проблему, и поэтому добавили метки на врагов, которые появляются, когда ты наводишь на них прицелы, если они попадают в зону твоего поражения. Но это не всегда помогает, потому что если тебя одновременно атакуют 5 ботов, ты в панике пытаешься спрятаться за каким-нибудь заборчиком, а потом оказывается, что это не заборчик, а разметка на асфальте. Но это косяк оригинала, они хоть как-то пытались исправить и сделали все возможное в рамках ремастера. Однако, почему они не поработали с искусственным интеллектом, который порой стреляет в вас из-за границы экрана, когда вы его в принципе не можете увидеть? На среднем уровне сложности это не является проблемой, потому что вы фактически бессмертны, но на высоком ты начинаешь замечать все эти косяки. Из-за этого мне пришлось несколько раз перепроходить уровень с шахтами, потому что там в самом конце перед выходом есть засада, которую вы никак не можете увидеть. И когда вы подходите к самому выходу, вас просто расстреливают из-за границы экрана, и весь уровень приходится начинать с самого начала, потому что тут нет чиппоинтов. Но во всей игре это буквально всего одно место. Так что да, игра конечно кривоватая местами и не очень разнообразная, но она проходит всего за 3-4 часа и не успевает вам надоесть или задушить. Хоть в ней и нет кодшок-контента, у игры действительно присутствует некая гнетущая аура, и нет, она не связана с экранами загрузки. Боже, пугает обстоятельства, при которых она разрабатывалась. Я не проверял информацию, но слышал историю о том, что игра была создана как реакция на случай реальных маршрутингов, которые устраивали почтальоны. Отсюда и название – Postal. То есть в реальном мире, в вашей стране, какие-то ненормальные психи по совместительству работники почты устраивают массовую резню с реальными жертвами, с реальными погибшими людьми. После чего вы берете термин, который стал обозначать эту самую резню, и создаете игру, где можно заниматься тем же самым, но уже в цифровом пространстве, типа «Чо?». К тому же, как я узнал из видоса Циви, в оригинале была совершенно другая концовка. В редакции ее изменили, и она стала очень логичной и правильной, так все и должно было закончиться. Но концовка Postal 1997 года заключалась в том, что чувак приходил в школу и начинал убивать детей. Я являюсь убежденным сторонником свободы слова и выступаю против запрета не только видеоигр, но и, в принципе, против любых актов госцензуры. Еще об меня слушал кто-нибудь. И, конечно, я бы был против, если бы кто-то хотел запретить Postal, когда это было актуально. Но тот факт, что разработчики в край ебанутой мудилы, я бы отрицать не смог. Конечно, 90-е были поразительным временем, что в России, что на Западе, когда какие-то чуваки могли спокойно выпускать игры про только что произошедшие случаи массовых убийств, где нам отводилась роль маньяка. Не то, чтобы мне нравились такие вещи, просто тут поражает невероятный уровень свободы и отсутствия цензуры, что со стороны государства, что со стороны корпораций. И смотря на сегодняшний день, какие выводы мы можем сделать? Ну, во-первых,